Привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Этой цитатой из «Маленького принца» можно обозначить основной месседж очередной встречи предпринимательского сообщества. Еженедельно бизнесмены города и области собираются, чтобы поделиться опытом, узнать что-то новое и прокачать навыки. Тема этой среды – роль бизнеса в социально-экономическом развитии территории. Основные спикеры – сенатор, президент Ассоциации торгово-промышленных палат северных территорий и зоны Арктики РФ Ольга Епифанова и директор группы НКО «Гарант» Марина Михайлова. Любой бизнес хорошо развивается там, где хорошо живут люди, потому что люди тогда готовы работать, у них нормальный уровень образования, они спокойны за своих детей, им есть где проводить свой досуг. Бизнес всегда хорошо работает в тех территориях и может хорошо развиваться в тех территориях, где хорошо людям жить. От предпринимателей зависит многое. Это не только рабочие места и вклад в экономику региона. Это еще и возможность сделать что-то большее. Ведь в отличие от разного рода предприятий, госконтор – это настоящие, живые, думающие и переживающие за родные места люди. Мне кажется, что предпринимательство – это та среда, которая на сегодняшний день должна интегрировать, скажем так, денежные средства, пусть даже небольшие, но по средствам объединения, в первую очередь, именно в социальную сферу. Почему? Потому что мы все понимаем, счастливый работник. Если наш работник счастлив, наш бизнес счастлив, а продукт, который мы производим, будет являться счастливым. Делать мир лучше – это и есть основная миссия социального предпринимательства, идею которого активно развивает Центр Гарант на территории Архангельской области. С этой же целью помогать другим Ольга Епифанова перешла из бизнеса в политику, чтобы иметь возможность решать проблемы родного региона на государственном уровне. Именно поэтому на встречу многие пришли ради общения с Ольгой Николаевной. Я приехала, чтобы защитить мамочек, которые начинают бизнес. У нас на Крайнем Севере очень много ответственности, очень много обязательных платежей, налогов, большие отпуска, которым мы обязаны сотрудникам платить. Мне хотелось бы, конечно, чтобы государство нас поддерживало. Ольга Епифанова в прошлом предприниматель с большим социальным опытом. В своей компании реализовывала системную поддержку работников. От корпоративного отдыха и медицинской помощи до покупки музыкальных инструментов талантливым детям сотрудников. Я же пришла в политику именно из-за того, что меня, как директора организации, в которой работало очень много женщин, не устраивало отношение государства к женщине. Я и пришла в комитет по семье, и мы сейчас в послании нашего президента каждый год слышим все больше и больше о семье, о поддержке детей. Это работа нашего комитета в Государственной Думе. Тема женского предпринимательства с его сложностями, особенностями и страхами стала ключевой для первого форума женских сообществ «Глаза боятся, руки делают», который состоялся в начале октября в Архангельске. Четыре года мы работаем с людьми, которые хотят развивать свой бизнес из малых территорий Архангельской области. И год назад мы приняли решение, что нам нужно провести площадку, на которой бы все активные люди, которые хотят развивать бизнес и предприниматели, перезнакомились друг с другом. Потому что не очень много возможностей для людей из малых городов и сельских территорий приехать в Архангельск, получить какие-то новые компетенции, встретиться друг с другом. Цель форума – поддержка предпринимательских инициатив, а также расширение социально-экономических возможностей для женщин в провинции. Организаторы – Центр социальных технологий «Гарант». На мероприятие собрались около 70 участников со всей Архангельской области, а также эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской области. Успешные женщины России. Сенат Ольга Епифанова. Социальный предприниматель, основатель и идеолог проекта «Музей в тишине» Мария Айзина. Директор северо-западного филиала российской газеты «Анжелика Гурская». Председатель правления Некоммерческой общественной организации «Союз женских сил» по поддержке гражданских инициатив и проектов Инга Легасова. Первая часть форума – это вдохновление. То есть мы вдохновляли на энергию, на то, чтобы какой-то новый шаг сделать, на какие-то новые проекты. На то, что самое главное, что не страшно заниматься бизнесом, потому что основной внутренний барьер, который внутри женщин – это страшно сделать первый шаг и страшно пойти в бизнес, потому что бизнес – это больше про мужчин. Я уже расшифровал почти все свои страхи. И когда мне страшно, я говорю, мама, мы это уже проходили. Тема преодоления страха – одна из главных на форуме. Страха – начать дело, допустить ошибки, не выйти на достаточный финансовый уровень и многие другие тревоги начинающих и даже опытных предпринимателей. Я приехала именно потому, что тема заявлена про страх. А страхи действительно есть у большинства женщин, которые начинают заниматься бизнесом и находятся на стадии стартапа. Я сама многие страхи пережила за 30 лет в бизнесе. Я понимаю, что страх – это стимул к развитию. И мне хотелось приехать для того, чтобы об этом рассказать, объяснить, почему не надо бояться, объяснить, что любой страх – это помощник в преодолении всех зон дискомфорта, через которые мы проходим. А любой проход через зону дискомфорта нас выводит на какой-то новый, более высокий этап жизни. Кроме панельной дискуссии, где основной задачей было вдохновить участников на новые горизонты, прошла и учебная сессия по шести направлениям – маркетинг, развитие личного и бизнес-бренда, юридические вопросы ведения бизнеса, энергоменеджмента, управление эмоциями. Одним из самых проактивных стал мастер-класс «Как говорить, чтобы слышали» от телеведущей, шеф-редактора «Вестей по море» Ирины Шадриной. Вы думаете, только кто готов, мы пишем с вами на камеру. С теми, кто с нами был в прямом эфире, мы прощаемся. Приходите на наши тренинги. И это приглашение не случайно. Центр социальных технологий «Гарант» проводит регулярные курсы для начинающих бизнесменов, а также инициативных представителей некоммерческого сектора. В октябре этого года «Гарант» запускает новый цикл школы сельского предпринимателя для женщин-мастериц, которые хотят развивать свой бизнес в онлайн-пространстве. А этот форум «Глаза боятся, руки делают» должен стать ежегодной площадкой для обмена опытом и знаниями. Субтитры создавал DimaTorzok